Легкими движениями нам нужно, чтобы пригладиться верхний слой шерсти. Вот такими. Ощущаете? Мастер производства по волоковалянию Наталья Воротынская рассказывает, как из шерсти сделать заготовку, а затем использовать ее в общей композиции. Для этого необходимы шерсть, вода и мыло. В данной технике можно изготовить украшения, цветы, сумки, одежду и обувь, картины и даже ковры. Для людей с ограниченными возможностями эта работа самая подходящая, потому что эти люди чувствуют руками каждую деталь. Кроме того, уверена педагог, здесь ее подопечные находят много единомышленников. Для людей это не только получается обучение, это общение, потому что это люди из категории, которая не охвачена социумом. То есть в любом случае любая возможность пообщаться для них – это шанс. Поэтому они довольны вообще тем, что на них обратили внимание. Олег Мацедон среди людей этой категории самый способный, причем мужчина не видит вообще. Здесь надеется получить профессию, а также организовать свой досуг. Вообще нет. Пытался куда-то, но в моем состоянии никуда же не пойдешь. В дальнейшем, если, как говорится, все по воле Божьей, даст Бог. Если нормально овладею этим, насколько смогу овладеть, то будет доход. А так для себя в первую очередь мне нравится. Такие курсы в Тимиртау организованы впервые. Рассчитаны они на 4 месяца. Все участники программы, их пока 8 человек, будут получать за обучение стипендию. В целом государство на одного по данному направлению выделяет 45 тысяч тенге в месяц. По окончанию курсов каждый инвалид получит сертификат и в последующем сможет заниматься этим профилем профессионально. У нас были, да, курсы в основном востребованные специальности. Это штукатуры, электрогазосварщики, монтажники, стропащики, строительных специальностей. Вот мы решили охватить именно таким. Возможно, кто-нибудь захочет обучиться для себя лично. На дальнейшем открытие ПЭИ, это вот ООО Шибера, они как бы содействуют в этом. Андрей Лялин в этой профессии пробует себя впервые. Ему досталась самая сложная работа. Он осваивает технику сухого валяния с помощью специальной иглы. В последующем сможет создавать игрушки, валять декоративные украшения. Чтобы попасть в эту группу, в центр занятости подал заявку. И дело для него нашли. Слава Богу, сейчас такая организация появилась, которая занимается этим вопросом. И вот, возможно, впоследствии пытаются мастерские сделать. Кстати, если мы будем задействованы, это, я считаю, в коллективе. А в коллективе уже человек о болячках не думает. Он уже про это забывает. Просто-напросто. А дома только будешь сидеть и плакать, и что у тебя все это плохо, плохо, плохо. А здесь все-таки, даже если все не получится, как хотелось бы, ну, получится хотя бы что-то делать и приносить и пользу и себе, и другим. Ученики войлоковаляния будут обучаться в центре занятости каждый день по 4 часа. В центре отмечают, что места в группе еще есть, и обучиться этому мастерству может каждый. В последующем для участников этой группы планируют открыть предприятие, которое будет изготавливать сувениры и все, что можно сотворить из войлока. Данная программа рассчитана только для людей с ограниченными возможностями. Действительно, мы попали в яблочко, что действительно вот эта вот специальность им наиболее подходит. Конечно, самостоятельно вряд ли они смогут заниматься, но мы уже сейчас строим планы на то, чтобы эта группа, ну, по сути, это уже хорошая, склоченная команда, с которой мы уже можем дальше работать. То есть это уже сформированная ремесленная мастерская. Учебный центр Шибер уже разрабатывает бизнес-проект для открытия в городе мастерской и составляет договоры с потенциальными заказчиками продукции из войлока. Анжелика Волкович, Сергей Баданин, Новости ТМИРТАО. Анжелика Волкович, Сергей Баданин, Новости ТМИРТАО. Анжелика Волкович, Сергей Баданин, Новости ТМИРТАО. Продолжение следует...